Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, я сегодня хотел бы с вами поговорить о первой книге Бытия. Я сейчас не буду касаться первых трех глав, а только четвертой главы. Первые три главы нам повествуют о тех событиях, которые произошли до изгнания человека из рая. Это отдельная тема, и я уже касался частично этой темы, она, конечно, бескрайняя. Но вот сегодня четвертая глава, это глава о начале человеческой цивилизации. С чего началась цивилизация? Естественно, по библейской версии. Начинается эта глава, Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. И сказала, приобрела ее человека от Господа. И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и оттука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло его лицо. И сказал Господь Бог Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Мы видим, братья и сестры, как началось рождение первых людей, потому что Адам и Ева, они не были рожденными людьми. Каин это первый человек, которому перерезали пупок, потому что Адам был сотворен, и Ева была сотворена от Адама. А вот Каин первый родившийся. И вот прошло несколько времени, Священное Писание не уточняет сколько. И Каин, как говорит Писание, приносит дар Господу. Он принес первый, как первородный. Нужно заметить, что не было со стороны Бога каких-то специальных указаний для того, чтобы Каин это сделал. Но, тем не менее, Каин, имея какое-то сознание необходимости этого, он приносит, как сказано, дар Господу. Это даже не названо жертвой Господу, потому что некоторые говорят жертву. Нет, в Священном Писании сказано просто о даре Господу. И он приносит от плодов возделанной земли. Он был садоводом. Вы знаете, здесь удивительная связь. Адам, он тоже был садоводом. Но, правда, разница была в том, что Адам был садоводом в раю. А Каин, в месте изгнания, он возделывал землю, земля плодоносила, и он приносит плод, как благодарность. Но давайте посмотрим дальше. Может быть, это вовсе не была благодарность. Может быть, это было что-то другое. Потому что Авель принес, сказано, он был пастухом от первородных своего стада. Первородные в данном случае это лучшие. Именно так обозначает часто Священное Писание. И далее сказано, Господь принял дар Авеля и не принял, не презрел. Дар Каина. И далее огорчился Каин. И поникло лицо его. И Господь ему говорит. Каин, если ты делаешь доброе, то не поднимаешь ли своего лица? А когда ты не делаешь доброго, то тогда ты опускаешь свое лицо. Потому что грех лежит у дверей твоих. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Обратите внимание, как Господь беседует с Каином, как со своим сыном. Он говорит ему, ты огорчился и твое лицо поникло. Но вы знаете, здесь очень важная одна связь с предыдущими главами бытия. Помните, что ползало по земле и что искусило первых людей ко греху? Это был змей. И вот человек, когда грешит, он опускает свое лицо. Он как будто смотрит в землю, не в небо. Он как будто забывает о том, что он антропос. То есть греческого языка антропос – это существо, которое смотрит ввысь, в небо. Здесь он опускает лицо, своему стыдно поднять свое лицо. Господь говорит, что когда ты делаешь добро, ты ведь поднимаешь свое лицо. А когда зло, опускаешь. И далее сказано, грех лежит. И вот что интересно, что это еврейское слово, которое используется здесь, «лежит». Используется исключительно по отношению к животным. То есть животные лежат у дверей. Что это за животное? Это змей. Это тот, который искусил когда-то Еву в раю. Он как будто стоит, лежит, вернее сказать, у твоих дверей, желая проникнуть внутрь тебя. Он влечет тебя к себе, но ты господствуешь над ним, говорит ему Господь. Но, к сожалению, Каин не принял этого наставления от Отца Небесного. И как далее сказано, Каин сказал Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Бог Каину, где Авель, брат твой? Не знаю, ответил Каин. Разве я сторож брату моему? И вот здесь очень важные моменты. Обратите внимание, во-первых, на причину, почему Каин убивает своего единоутробного брата, единокровного. Может быть, они что-то не поделили? Может быть, за землю возник какой-то спор или за животных? Может быть, за какое-то имущество? Может быть, из-за женщины? Нет. Священное Писание не говорит о том, что между ними был конфликт. Что же тогда побудило Каина, чтобы убить своего единственного брата, меньшего брата, единственное, зависть? Некоторые говорят, что зависть бывает белой еще. Не бывает белой зависти, братья и сестры. Бывает зависть на первом этапе, на втором. То есть, зависть, которую мы называем белой, это просто первый этап. Но если ее не остановить, если не овладеть собой, Потому что она, как животное, уже лежит, это зависть у входа, дьявол внушает. Но ты господствуй над этой завистью. Иногда человеку кажется, лучше бы этого, то есть другого не было на свете. Вот если бы его не было, было бы все по-другому, было бы хорошо. Этот человек не мешал бы мне жить. Я бы по-другому строил свою жизнь. И вот эта мысль, она начинает все больше и больше овладевать человеком. Каин, конечно, не знал, что такое убийство. Потому что до него никто не совершал убийства. Это было первое убийство в истории человечества. Каин был переполнен вот этим негативом зла. И вот этот негатив, эта переполненность, она вырвалась, во-первых, во лжи. Обратите внимание, Каин – это персонаж, который сказал в страницах Священного Писания только две вещи, и две солгал Богу и человеку. Первый он обманул человека, своего брата, он сказал, пойдем в поле. В поле, видимо, хотел показать поле своему брату, подумал Авель. Потому что Каин был земледелец, пойдем в поле. И он пошел, доверившись своему брату старшему. Первый обман. И когда Господь его спросил, «Каин, а где твой брат?» И он ответил, «Разве я сторож брату моему? Я не знаю, где он. Персонаж, который дважды солгал Богу и человеку, и в результате совершает убийство». С этого, по сути, начинается цивилизация человечества. Известный принцип древности, который говорит, то, что не завоевано, не было цивилизовано. По сути, Россию никогда никто не завоевывал. Значит, в сознании тех, кто несет цивилизацию, они часто говорят, она не цивилизована. Потому что она не была нами завоевана. Итак, те люди, которые начали цивилизовывать мир, и нужно заметить, Каин начал уходить с востока, прямо востоку, то есть на запад. То есть, по сути, на востоке возникает жизнь, но движется она к западу, то есть к цивилизации. Что происходит дальше? И Господь сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы свои для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу Богу, наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь изгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. Кровь пролита в землю, и кровь брата вопиет. Опять нам нужно вспомнить первые страницы книги бытия. Господь дал силу земле производить из себя вначале растительный мир, потом животный мир. То есть, земля получила силу от Бога, чтобы давать жизнь. И впервые земля была потрясена. Мы сейчас можем в некотором смысле персонализировать как бы землю и сказать «мать сыра земля». она стала вопить, то есть, плакать буквально, как плачет мать, которая потеряла своего сына, потому что она впитала на уста своей земля кровь того, кому она давала до сих пор жизнь. Он был убит. И Господь говорит «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей». Здесь очень глубокая вещь. Здесь используется слово проклятие. Мы, конечно, по-разному относимся к этому слову и, может быть, не всегда понимаем, что это за слово. Слово проклятие в данном контексте это слово, которое может использовать только Бог. Апостол Петр позже скажет о том, что «не кляните, братья, никого». То есть, в общем-то, вы помните, что проклятие – это очень большой грех. А почему? А потому что проклятие – это то, что принадлежит исключительно Богу. Только Бог может проклинать. Помните, есть, я как-то говорил, тоже на первых страницах, когда Бог творил мир, Он использовал, там используется такой глагол «бара», то есть «творить». Потому что есть там еще один глагол «создавать», то есть «лепить» уже из существующего, а «бара» – глагол используется из несуществующего. Этот глагол принадлежит исключительно Богу. Ни один человек не может «бара», то есть не может делать из ничего. И точно так же человек не может проклинать. Это то, что принадлежит Богу. Что же такое проклятие в таком случае? В чем же тайна проклятия? Если разобраться, что такое проклятие, первый раз Господь проклинает на первых страницах бытия дьявола за то, что Он соблазнил Еву. Потом Он проклинает землю. Но не человека согрешившего. Еву и Адама Бог не проклинает после грехопадения, а проклинает землю. Сказано, проклята земля за тебя. Обращаясь к Адаму, Господь произносит эти слова. Ты будешь трудиться в поте лица и есть хлеб с этой земли. А здесь, говорится, и ныне проклят ты от земли. То есть Каин. То есть Бог дает как бы такую силу проклинать земле, в частности Каина. Что это такое? Как в этом разобраться? Когда человек жил райской жизнью, ему не нужно было трудиться для того, чтобы иметь плоды земли. И вообще человек, по сути, не нуждался в пище. А земля, она настолько была плодовита, что она приносила человеку. Человеку нужно было только сорвать этот плод. И все. И съесть его. Возделывать землю не нужно было. Проклятие в переводе из данного глагола – это как бы отлучение. То есть Бог как бы разрывает вот эту ниточку между Адамом и землей. Знаете, как ребенок, пока находится в утробе матери, то вот эта связь через пуповину, то есть мать буквально питает своими жизненными силами ребенка. И вот когда случилось первое проклятие, земля, от нее как бы была отрезана вот эта пуповина. Потому что ребенок внутри матери, он не прилагает усилия для того, чтобы получить жизненные силы, которые дает ему мать. Мать просто дает ему даром. Это было, когда проклята земля за тебя, за твой грех. А вот здесь сказано – земля тебя проклинает. То есть Бог дает для земли силу отлучать от себя грешника. Как бы отрезать от себя грешника. Раньше земля получила какую силу? Давать жизнь, да произведет земля растения, да произведет земля животных. А здесь, как будто на грешниках останавливаются силы земли. Земля не дает свои силы для грешника, для преступника. И что дальше говорится? Она не станет более давать силы свои для тебя. Не для человечества вообще, а для тебя. Для тебя, убийцы. Потому что ты стал убийцей, как отец твой. Помните, отец лжи кто? Дьявол. И он человеко-убийца от начала. Он уже не подобен Богу, то есть Каин. А подобен отцу лжи, человеко-убийце от начала. Ты не получишь силы от земли и будешь изгнанником, и скитальцем на земле. Каин говорит, наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником, и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мною, убьет меня. Обратите внимание, что начинает происходить с Каином. Он становится постепенно сумасшедшим. Из чего это видно? Он начинает обвинять Бога в том, что Бог не совершал над Каином. А в чем именно? Каин говорит, ты сгоняешь меня с земли. А Господь не сгонял его с лица земли. Он только сказал о том, что силы для тебя земля не даст. И далее говорит Каин, то, что когда-то сделал его отец Адам. Помните, когда согрешил Адам? Что он совершил? Когда услышал голос Бога, он спрятался за деревом, как будто думая спрятаться за деревом от Бога. А здесь Каин говорит, и от лица твоего я скроюсь. То есть, человек часто, когда нагрешит, когда внутри него начинаются серьезные проблемы, проблемы с самим собой, он пытается куда-то бежать. Помните, есть такое выражение, от себя никуда не убежишь. Нужно решить эти проблемы. И тогда бегать не нужно, никуда не нужно будет скрываться. Реши эти проблемы. Начни с себя, не с кого-то. Далее он начинает. Смотрите, как растет шизофрения у Каина в преступном сознании. Он говорит, я буду скитальцем, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. Он убил единственного брата. Да, были сестры. Просто о сестрах не идет речь, потому что Священное Писание написано на патриархальном языке, не матриархальном. Если и говорится о сестрах, то есть о женщинах, то только тогда, когда они сыграли какую-то роль в библейской истории. И всякий, кто встретится со мной, убьет меня. Вот это начинается внутри уже фобия. Вот любая психическая болезнь характеризуется прежде всего фобиями, страхами. Кто убьет? Кто тебя убьет, Каин? Ты убил единственного, на твой взгляд, соперника. Кто тебя убьет? Отец? Нет, его сознание растет дальше. У бояшася грешник страха, говорит Писание, там, где его нет. Будет он бежать от страха, этот грешник. И никто не будет гнаться за ним. Он будет гоним собственным страхом. Это и начинает происходить с измененным, деструктивным сознанием Каина. И сказал ему Господь, за то, всякому, кто убьет Каина, отмстится всемиро. Вдумайтесь, почему так Господь за жизнь преступника готов накарать человека всемиро, в семь раз больше? Да что ж можно такое сделать человеку, чтобы наказать человека в семь раз? Семь поколений будет наказано за того, кто убьет Каина. Почему так Господь делает? Почему даже Каина Он так не наказал, как Господь готов наказать за убийство Каина, другого человека, в семь раз? Для того, чтобы другие знали, что нельзя даже преступника сейчас убить. Потому что начнется цепочка убийств. Зло злом не остановишь. Конечно, потом Господь даст законы. Жизнь за жизнь, глаз за глаз, руку за руку, зуб за зубь и так далее. Господь будет приводить более сбалансированную мысль о том, как люди должны... Если мстить, то месть должна быть исключительно симметричной. И сделал Господь Бог Каину знамение, то есть знак. Знак на греческом языке начертания. Чтобы никто, встретившись с ним, не убил Каина. И пошел Каин от лица Господня. Обратите внимание, пошел Каин от лица Господня. Мы будем встречать далее такие слова, что Енох ходил под Богом, то есть перед лицом Божиим. Праведники это те, которые ходят под Богом. А здесь Каин от лица Господня. И поселился в земле Нод на восток от Эдема, прямо востока, то есть на запад. Даже в нашем русском языке запад, слово падать, корень, западня. И познал, сказано, Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. Но дело в том, что это Енох, это не тот Енох, который будет от сифитов, то есть в роду сынов Божьих. И родила Еноха. И построил он город, то есть Каин построил город и назвал город по имени сына своего Еноха. Вот и здесь, вот в самом буквальном смысле начала цивилизации, город, возникает первый город. Что это? Вследствие чего это? Каин прячется от Бога. Ему нужно создать что-то, где бы он мог спрятаться от Бога. То есть его развращенное сознание, испуг, вынуждает строить стены. Слово город происходит от слова городить, огород, огораживать. То есть город это то, что огорожено. И гордыня происходит от этого же слова город, городить, огораживать. То есть сознание города это бегство от лица Божия и скрывание от каких-то возможных потенциальных убийц, защитить себя. И по гордыне своей он называет в честь своего первенца Еноха. У Еноха родился Ирад, и дальше перечисляется, кто родился. И вот здесь очень важный момент. И взял себе Ламех, а Ламех это еще один сын Каина. И вот здесь в недрах цивилизации, в городе начинается полигамия, многоженство. Ламех взял две жены, до этого не было такого. Имя одной Ада, другой Цила. Ада родила Иавала, и вот здесь он был отец живущих в шатрах со стадами. Обратите внимание на очень важную вещь. Авель был пастухом. Каин был садоводом. Нам может даже показаться поначалу, что садовод более мирное может быть занятие, чем пастушество. Потому что пастушество связано с животными, их может быть нужно убивать и так далее. А вот садоводство мирно растет растение, поливая, удобряя и так далее. Здесь очень важная вещь, братья и сестры. Посмотрите. Когда Адам был в раю садоводом, то то было постоянное место жительства. Там не было ни болезни, ни страданий, ни греха до, я имею в виду, до его грехопадения. Не смерти. То есть, то было постоянное место предназначения человека. Там человек развивал как бы райский сад. Но когда человек оказывается в месте изгнания, потому что этот мир это не рай. В рай человек вошел первый, это разбойник благоразумный. До этого никто не входил в него. Так получается, что Каин, он начал заниматься садом в земле изгнания и привязываться постепенно к этому месту изгнания. То есть, в нем не было чувства, что что-то большое потеряно, что я здесь временно, мне нужно каяться, просить у Бога благословения, прощения и так далее, чтобы вернуться туда. Нет, он начинает устраиваться здесь. Его эта земля вполне начала устраивать. Это сознание Каина. А вот Авель, он был пастухом, пастух вольный человек. Он как бы ни к чему не привязывается. Он не оседлый образ жизни ведет. Он кочевой. Он как бы просто смотрит на эту землю и как бы в смысле о том, что когда-то наступит тот момент, когда все закончится, и Бог меня вернет обратно в райскую обитель. А здесь, в семье Каина, появляется человек, который становится родоначальником людей, живущих в шатрах и со стадами. То есть, получается, он как бы перенимает специальность, профессию Авеля. И да, и нет. С одной стороны, действительно, Авель, он потерял возможность вступить в брак и родить детей. И на этом пастушество как бы пресеклось. Но когда идет речь о потомке Каина, то здесь не просто он пастух, а здесь сказано, в шатрах живущих, ну, в общем-то, они и жили в шатрах, я имею в виду, Адам и Ева. То есть, города еще не было. Но дальше сказано. Со стадами. Кажется, ничего удивительного. Но дело в том, что здесь идет речь. Используется глагол в еврейском языке. Стадами. То есть, куплей. То есть, получается, что и овал, он становится первым торговцем стадами. То есть, это не просто какое-то такое, знаете, романтическое пастушество. Это конкретная торговля. То есть, вот именно начинается в городе производиться все, что связано с торговлей, с бизнесом. Дальше. Цила родила Тувалкаина, который был кавачом всех орудий. И меди, и железа. И сестра Тувалкаина, Наема. И вот, обратите внимание, появляется сын, который Тувалкаин. Вот, даже в греческой мифологии вулкан. Это такое божество, покровительствующее всех кузнецов. Создаются, конечно же, не только орала, но и мечи. И, то есть, по сути, цивилизация – это порождение греховного сознания. Если бы человечество не согрешило в потомках, я имею в виду, в Каине и последующих потомках, то тогда, возможно, возвращение в рай было бы или во втором, или в третьем поколении. Потому что была такая настроенность именно у Авеля. Авель принес жертву с чистым сердцем. Он принес лучшее. А Каин – абы что? Лишь бы отмазаться. И поэтому Господь смотрел на вот это внутреннее состояние души Каина и Авеля. И как апостол Павел позже про Авеля скажет, что он был движим верой. И поэтому Господь показал праведность Авеля. Авель – это первый мученик в истории человечества. И вот здесь начинается поэзия. Тоже, по сути, явление городское. Даже если взять греческие тексты, то на греческом языке поле – это город, а политизмос – это культура. То есть, по сути, культура – это порождение города. И вот говорит Ламех первую поэзию женам своим в гордости. Ада и цила, послушайте голоса моего. Жены Ламеха, вы, внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в раму мне. Если закаяна отмститься всемера, то за Ламеха в семьдесят раз всемера. Что это значит? Что это за поэзия? Это чудовищная поэзия. Потому что он начинает играть своим воображением. Знаете, такая бравада перед женщинами преступника. Он говорит, если за Каина всемера отомститься, я уже, говорит, меня только обидели и досадили. Я мужчину убил за то, что он только досадил мне. Сделал неприятность. И причинил мне рану какой-то молодой человек, я их убил. И за меня отмститься в семьдесят раз по семь. Господь этого не говорил о том, что будет в семьдесят раз по семь. Господь только скажет позже, что проклинающих проклянут до третьего колена. То есть даже уменьшил проклятие, потому что здесь сказано в семь раз он отомстит. А позже он скажет три. Но за то благословляющих, кто добро делает, тех благословлю до бесконечности. А он говорит, нет, в семьдесят раз по семь. За меня будет Бог мстить. И познал Адам, Еву, жену свою. И она родила сына и нарекла ему имя Сиф. То есть это второй сын от Адама и Евы, Сиф. Потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Вот родословие, последний стих Адама, который Бог сотворил человека подобию Божию и создал его. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их. И нарек имя человек в день сотворения их Адам. Сиф же был рожден от Адама по образу и подобию Адама. Здесь очень важные мысли. Мы видим, что Адам рождает Сифа. И Сиф, здесь сказано, рожден по образу и подобию Адама. Если Адам был сотворен Богом по образу и подобию Божию, вот здесь сказано, а вот Сиф был рожден по образу и подобию Адама. Некое происходит понижение. Как будто люди последующие уже теряют образы и подобия Божия. И почему часто именно родители говорят, вот на меня Васька похож или Машенька. По образу и подобию человеческому. Никто не вспоминает о том, что человек был создан по образу и подобию Божию. И никто даже не знает, а что это такое. Потому что Бога человек не знает. А раз не знает Бога, значит, он не знает, как можно быть похожим на Бога. Как можно быть его подобием. И тем не менее, от Сифа начинают рождаться люди, которые в пятой главе, в конце пятой главы будет сказано, они стали именоваться сынами Божьими. То есть сыны человеческие – это потомки Каина, а сыны Божьи – это потомки Сифа. Человечество после преступления Каина разделилось на две части. Потом оно станет объединяться. Мы поговорим об этом в следующий раз. Так называемое Вавилонское столпотворение. Но сейчас мы видим, человечество разделилось. Сыны Божьи, они стремились только к Богу. Они хотели вернуться в рай. А сыны человеческие стали все больше и больше приспосабливаться к жизни на этой земле. Они уже не помышляли о Боге. И поэтому и сказано, что в семье Каина также была Иувал, он был отцом всех играющих на гуслях и свирели. То есть музыка, она тоже появилась в пространстве городской цивилизации. Что такое музыка? Если коротко сказать, можно так. Ангелы на небе воспевают постоянно славу Божию своими прекрасными голосами. От чего? От преизбытка благодати в них. То есть настолько они переполнены этой благодатью, красотой, добром, радостью, что они постоянно поют славу Божию. От чего рождается музыка в городе? От потери благодати. То есть нужно было чем-то компенсировать. Потому что было в этом городе, в этих четырех стенах, тошно человеку. И он хотел чем-то себя развлечь. Он хотел как-то себя увеселить. И стал создавать музыкальные инструменты. Душа уже не пела. И помните, когда Саул, первый царь Израиля, когда он был в отчаянии, когда депрессия охватывала его от его больших грехов, он тогда звал Давида, юношу, который играл на псалтыре. Псалтырь – это как гусли. И вот он успокаивался, ему становилось легче. Вот мы видим, дорогие братья и сестры, с чего началась цивилизация. Мы сейчас живем в этой цивилизации, потому что в каком-то смысле мы полностью стали сыновьями и дочерьми человеческими. И только те, кто не имеют, как говорит апостол Павел, издепребывающего града, то есть города, но грядущего взыскую, то есть Царство Божие, этих людей мы называем святыми, потому что эти люди совершенно стали другими. Они были как ссор, то есть мусор для этого мира. Их попирали, их как Авеля убивали, их мучили, их терзали. Мы же живем жизнью, знаете, пока еще такой, очень и очень, знаете, как Господь говорил Иоанну Богослову, «Ты не холоден и не горяч». В смысле, не ему, а одной из церквей. «Ты не холоден, не горяч, ты теплохладен». Вот это что-то такое, знаете, не то, не сё. Как говорят в народе, ни рыба, ни мясо. И вот мы в жизни, почему бывает нам жить тяжело верующему человеку, потому что мы постоянно стоим перед выбором. Нам по Божьему поступить или как выгодно. И поэтому нам бывает очень тяжело и мучение совести, и третье, и десятое, потому что внутри нас происходит постоянная брань, постоянная война. Сейчас город, городская цивилизация – это наша малая родина. Мы живем здесь, мы родились здесь. Конечно, мы ничего не можем поменять, и менять нет смысла. Потому что и в городе, как нам известно, потом будут появляться множество святых, божьих людей, нормальных, просто хороших, добрых, порядочных людей. Но мы должны помнить о том, с чего всё начиналось, почему это всё появилось, и кем раньше люди были. Размышляйте об этом, братья и сёстры, думайте об этом. И даже сейчас, когда время поста, поститесь с радостью, с удовольствием, потому что это занятие сынов Божьих и дочерей Божьих. А вот ни в чём себя не отказывать – это дело сынов и дочерей человеческих. Вот мы потом увидим, когда будем читать, какое пройдёт смешение сынов Божьих и сынов человеческих, и возникнет вавилонская цивилизация, которая рухнет. Всем вам желаю Божьего благословения на предстоящую неделю. Читайте Писание, умудряйте себя этими словами Божьими, и они помогут вам ответить на многие вопросы в вашей жизни. Аминь. Храни Господь.